всем привет обещают жару сейчас где-то 1650 и я вышла в сад немножко посмотреть что здесь и вынесла с перенесла с окна уже выросшие литопсы уже им сейчас по три года и я их перенесла на зимовку в теплицу диежка нюхает там сейчас были собаки соседки четыре собаки больших и вот они не находят общий язык с диего а может диего не находит общий язык с ними поэтому надо очень блюсти когда собаки выйдут гулять но вы видите солнышко отличная погода пойдемте я покажу вам мои растения спросили меня кто-то там купил кактус и у него он постоял и стал мягким ну может быть он сгнил надо посмотреть вынуть посмотреть какая корневая система у него а может быть он уже просто спит на зимовке вот посмотрите у меня вот хомоцериус сильвестрии видите вот он такой мягонький стал уже видите мягенький он пошел на зимовку может быть и у вас так или может быть почва почва не подходит для вашего кактуса поэтому тоже надо смотреть смотря какая почва почитайте в интернете какую почву и у меня вот все в гравийке как вы видите кактус и вот в таком вот субстрате здесь циолит лава всякие другие разные камушки у меня мало я добавляю очень мало земли может быть немножечко добавляю земли в свои столбовидные кактусы но я их очень редко пересаживаю вот они пересажены я их больше не буду трогать может быть не знаю может быть лет десять вот потом в хинопсисы я добавляю немножко земли и иногда вы хиноцериус и немножечко ну вот царица ночи сильный цириус гранди хлорус я тоже немного добавляю земли в нее ну и конечно же эпифилумы сидят у меня цветочной земле в толку в жирной такой в пожирнее я беру цветочную землю и сажаю эпифилумы мягкий кактус возможно он уже сгнил вы посмотрите хорошо корневую систему я сегодня перенесла свои литопсы сюда уже на зимовку вот сейчас покажу вам и покажу название им уже исполнилось по три года и буду ждать цветения литопс велете номер 231 ему еще три года нет но я его все таки забрала сюда на зимовку а это вот две доротеи литопс доротея это вот номер 300 вот этот красивое такое лицо черточки а это 124 вот этот их еще очень плохо видно лица здесь номер 150 лет об швантази они вообще уж вантази вот такие вот размытые лица в основном в основном так что у нас дальше c 198 это литопс в руку лоза еще не очень отчетливо видно лицо пока только они не полит и тоже же потом еще спрашивали меня вы знаете у меня литопс стал такой мягенький ну как мягенький вы если его не поливаете он уже готов у вас к зимовке то возможно он начинает уже открывать свои старые листья вот посмотрите у меня тоже вот вот этот смотрите он уже мягенький а вы видите внутри раскрыла щель уже лезут новые листья уже пошла линька зимняя потому что я их вот-вот период у них цветение период цветения проходит у моих суккулентов у литопсов и я их больше уже не поливаю они уже стоят вот этот уже отцвел все по моему даже коробочка завязала с семенами на следующий год будут семена какие-то не знаю буду ли я сеять посмотрю вот и все они уже ушли у меня на зимовку посмотрите здесь вот литопс он раскрывается уже лезет новая пара листьев новая пара листья всегда имеет намного интенсивнее цвет чем старое конечно же за лето особенно когда они стоят теплицы или на горячем жарком подоконнике они выгорают заметьте какие красивые цвета вот это тоже новый taricolor зеленый да с такими веснушками сегодня я тоже его перенесла они настолько разнообразные расцветки у них посмотрите вот этот вот втянулся просто в землю ну потому что уже не палит больше месяца а этот какой цвет у него до интересный так что я еще принесла сегодня принесла я вот литопс мэри тоже как вы видите он хочет пить но пить ему уже все никто не даст вот этот интересный литопс давайте-ка по это ауком пиаи с 392 вот такой вот тоже будет менять листья так что у нас здесь это палецкий сморакт мармурата палецкий сморакт это не дешевое растение кто занимается литопсами тот знает цены на них это соликола литопс очень интересно цветут белым соликола очень люблю эти литопсы что у нас здесь это c95 верукулеза верукулеза чем хороша у нее на лице такие вот крапушки но здесь пока еще не сильно заметно так как это молодая верукулеза когда я будет года четыре тогда уже можно будет отчетливо увидеть рисунок на лице что у нас дальше а этого 397 это литопс герметика конечно же зимний период у кактусов для меня очень скучен я всегда жду весну очень скучно зимой кактусы спят никакой радости особой не приносит иногда конечно заходишь теплицу раньше мне вообще в подвале стояли спустишься в подвал посмотришь на стеллажи включишь свет толком ничего не видно вот смотрите трихоцериус наверное будет свести но я не знаю вытянет он этот бутон вот он есть вот у нас уже заканчивается октябрь и я уже удобряла в сентябре последний раз в этом году литопсы и опрыскивала опрыскивала от мучнистого червеца паутиного клеща но недавно я поливала литопс литопсы говорю литопсы кактусы поливала немножечко совсем капельку и побрызгала из шланга поэтому все что я опрыскивала раньше от всех зверушек там этих клещей это все смылось и я хочу еще раз взять еще раз на всякий случай побрызгать мамилярия расцвела сейчас покажу вот на всякий случай все еще хочу побрызгать и конечно же убрать бутоны которые уже пересвели цветочки все засохшие по убирать это чтобы привести немножечко в порядок но кое-что все равно еще будет цвести если не сбросит бутоны вот посмотрите гимна коллицу он допустим а вот кори фанта цвела я не помню я ее видела уже все перецвела не видела наверное литопс хэррой будет цвести покажу вам еще цветущие литопсы не буду называть название где будет видно на этикетке там посмотрите я вот сейчас у меня даже чуя чихнула нос у меня очень чувствительные на эти цветочки настолько интенсивный запах у литопсовых цветочков смотрите какая прелесть ну тут как их не любить ну да конечно был комментарий что простите я не люблю литопсы люблю только кактусы да но это ничего страшного у меня и про кактусы и про литопсы вот смотрите какой красивый мне хочется их показывать и показывать наверное я вам уже изрядно надоела со своими литопсами но это литопс колярум посмотрите раскрывается уже по моему лезет новая пара листьев ну бесподобный карасмонтаны цветут очень красиво конечно белые цветы приятны для созерцания не такие нежные как невесты очень классно многие уже все смотрите вот эти вот все перец вели может быть завяжутся семена тогда можно посеять смотрите какие классные весну щиты такие лица у них здесь вот не знаю что будет вот здесь вот посмотрим может быть что-то тоже а вот этот вот интересный литопс литопс рушер он посмотрите какое нежное лицо у него вообще бесподобный мне хочется их показывать и показывать вам друзья ну что ж остановимся пожалуй на этих вот красивых или вот на этих же белых таких шикарных бесподобных я вам всем желаю счастья всего самого наилучшего берегите себя и своих близких любите друг друга и чистого мирного неба нам всем это самое важное до свидания